Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Вашему вниманию продолжение большой темы «Пробуждение человечества. Ментальное тело человечества». Окец Абсолют. Читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы продолжим разговор о коллективном сознании человечества и подробно рассмотрим, что же представляет собой его ментальное тело. Начнем с того, что ментальное тело не случайно соответствует сердечной чакре человека. Именно в этом и состоит его божественная суть – мыслить и принимать мир сердцем, а не умом. Но, как вы знаете, постепенно эта способность была людьми практически утеряна и заменена на умозаключения, в основе которых лежали логика и практика. Почему это произошло? В первую очередь, потому что рептилоидам нужно было опустить человека в материальный мир, в котором они сами чувствовали себя, как рыба в воде, а значит, могли легко манипулировать человеческим сознанием. Если бы человек остался в высоких, божественных вибрациях своего ментального тела, то был бы для рептилоидов непредсказуемым и, следовательно, неуправляемым. Именно свобода мыслия и искренние душевные порывы, идущие из самого сердца, явились главными врагами рептилоидов на заре человечества, в те времена, когда люди были еще боголюдьми. Для того, чтобы загнать человека в определенные рамки, рептилоидами были разработаны четкие условия, правила и законы, которые постепенно внедряли в сознание людей однотипные мысли и понятия, лишающие человека индивидуальности и свободы самовыражения. И им это вполне удалось. Конечно, во все времена встречались яркие и выдающиеся личности, но это было скорее исключением из правил, а подавляющее большинство людей превратилось в послушную однородную серую массу. Таким же серым и бессветным было коллективное ментальное тело человечества. И только сейчас, когда на Землю мощным потоком идут истинные божественные знания, полностью меняющие сознание людей и их понимание существующей действительности, ментальное тело человечества начинает менять свои параметры, повышая вибрации за счет многих пробуждающихся людей. Это можно сравнить с тем, что вдруг открылись долго сдерживаемые рептилоидами шлюзы, и бурный поток новых знаний начал смывать все старые ментальные шаблоны, угнездившиеся в подсознании человека. И все это произошло в довольно короткие сроки, всего за несколько десятилетий. Почему это стало возможным? Прежде всего, потому что этому способствовали высокие вибрации Земли. Ее энергетическое пространство изменило свои параметры, приблизив их к тем, что были в период появления на ней Бога людей. Таким образом, был запущен механизм извлечения из глубинной памяти человека знаний о своем истинном происхождении и предназначении. Другими словами, вибрации ментального тела человека начали подтягиваться к вибрациям новой Земли. А значит, и коллективное ментальное тело человечества стало стремительно меняться. И этот процесс нарастает с каждым днем. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно. Отец-Абсолют говорил с вами, приняла Марта, вы прослушали тему Ментальное тело человечества.